Эндокринологическое отделение в Люберцах открыто более четверти века назад. Здесь проходят лечение люди, которые страдают сахарным диабетом и имеют проблемы с поджелудочной и щитовидной железами. О рабочих буднях врачей-эндокринологов и их пациентах в сюжете моих коллег. Эндокринологическое отделение Люберецкой областной больницы рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания. Сюда попадают люди, страдающие различными докринными патологиями, заболеваниями щитовидной железы и надпочечников. Но подавляющее большинство, 94%, страдает сахарным диабетом. Образ жизни должен быть правильный. Правильное питание, физическая активность, нормализация сна и отдыха. И если имеется наследственность, то ранняя диспансеризация должна быть. Пациент, если почувствовал, что это какие-то проблемы со здоровьем и имеет наследственность по сахарному диабету, конечно, он непременно должен пойти к эндокринологу в поликлинику по месту жительства. При впервые выявленном сахарном диабете люди редко следят за уровнем сахара в крови. А к врачу обращаются, когда совсем не в моготу. В результате вместо плановой – экстренная госпитализация. Так, сахар сейчас 7,2. Хороший. Вы покушали после еды нормально. Спасибо. Геннадию Фомину 11 лет назад провели шунтирование. Но спустя годы мужчина вновь почувствовал недомогание. Комплексное обследование выявило повышенный уровень глюкозы в крови. Я вот сюда попал прошлую неделю. Ну, как бы сейчас уже что-то стабилизируется. Ну, вот врачи за мной смотрят неплохо, в принципе. Делают капельницы, уколы витаминные. Ну, и всевозможные процедуры необходимые для моего здоровья. Ольга Харитонова к врачам привыкла ходить с детства. У неё диабет. За уровнем сахара в крови следит ежедневно. Ежегодно проходит диспансеризацию. В больницу ложится для дополнительного обследования. Люберецким специалистам доверяет. Благодаря врачам нашего отделения, Наталье Николаевне и Юле Михайловне, я ещё живу. Благодаря им. И надеюсь, что я и буду благодаря им жить дальше. За год в эндокринологическом отделении проходит лечение более тысячи пациентов. Для получения направления на госпитализацию больному необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к эндокринологу. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.